Владиславу Рябко был всего один год, когда его отец погиб на войне. Он знает все о его нелегкой судьбе, как он участвовал в создании молодежного партизанского отряда, как отважно сражался с фашистами, как был инициатором и руководителем многих боевых операций, и как героически погиб 29 мая 42-го года. Он вместе со своими товарищами обустраивал в лесу места для партизанских отрядов, он создал партизанский молодежный отряд из комсомольцев, которые ему были близки, с кем он работал, общался в течение довоенной жизни. На церемонию открытия памятной доски приехали родственники героев, их дети и внуки. Они признаются, что гордятся заслугами своих отцов и сыновей. Молодежь должна знать о заслугах тех, кто учился в стенах тогда еще 27-й школы. Это уникальный лицей, уникальная школа она была. Пяти героев. Три героя Советского Союза, два героя России. И вот награжден орденом тоже наш Исааков парень Афганец. Это связь поколений. Посмотрите, герои Советского Союза, герои России, герои перекличка. Это уже наши современники, наши ребята, которые вчера еще здесь учились, и которым можно, как говорится, протянуть руку было бы. То есть это наш сегодняшний день. Это очень знаменательно. После торжественной линейки гости и ученики лицея собрались в актовом зале. Лицеисты приготовили стихи и песни о войне, которые они исполнили вместе с гостями и близкими героев, чьи имена навек вошли в историю России и лицея. Екатерина Зодина, Владимир Сидоров. События. Брянск.